Здравствуйте! Итоговый выпуск Часа новостей на 12-м канале в студии Любовь Фёдорова. И вот главные события этого дня. Готовы встать живой стеной. Север Омской области встречает новую волну паводка. Вторая волна грозит серьезными непоправимыми разрушениями. Самодельные настилы и болотные сапоги не спасут. Опасность как никогда сплотила местных жителей. Люди строят дамбы от зари до зари. Бустишим вылетел и губернатор. Главное в репортаже с места событий. Впечатляет с берега и из капитанской рубки. У меня есть уникальная возможность управлять теплоходом. Сейчас мы движемся прямо. В регионе стартовала навигация. Все о прогулках на воде в этом сезоне, а также история о мечах, который посвятил Омскому флоту 77 лет. Привет из 90-х. В Омске на скамье подсудимых вор в законе. Чернецов, занимающий высшее положение в преступной оготке, осужден по данному преступлению. Подробности дерзкого похищения бизнесмена, а также вердикт Фемиды криминальной группировки. С любовью к родине и уважением к подвигу. Одной из главных точек празднования Дня Победы должна стать Омская крепость. Диктант Победы в этом году может стать самым многочисленным за всю историю. А для омичей к 9 мая подготовлено почти 100 мероприятий. Куда пойти, чтобы не пропустить самое интересное? В Северо-Омской области под угрозой затопления. Уровень воды в реке Ишим в соседнем Тюменском регионе, где уже объявлена эвакуация населения, стремительно прибывает. Прогнозы экспертов для Омской области неутешительные. Между тем, жители самого отдаленного района Устишима на защиту собственных домов от половодия готовы встать живой стеной. Сегодня туда вылетел губернатор Виталий Хаценко. Он проверил условия в пунктах временного размещения, ход работ по укреплению дамбы, деятельность местных властей. О самом главном с места событий Ангелина Рунова. В ожидании большой воды жители Устишима живут уже две недели и не теряют времени зря. Грунтовые насыпи увеличены, мешки с песком подготовлены. Лучше какое-то время по жизни, либо в родственниках, либо в пунктах временного размещения, где мы создали. Вода прибывает не по дням, а по часам. Но местные жители готовы встретить ее во всеоружии. Дамбу построили, она выручает? Выручает, конечно, еще как. А если бы ее не было, у нас бы тут вообще все залило. Столько вон ребят приехало, они же нам помогут. Тяжело. Нервы, конечно, не выдерживает все это. Противоповодковые мероприятия в самом разгаре. Губернатор Виталий Хаценко с кабинетом министров лично инспектирует ход работ. Рожевая, на Буэре, да. Питание. Питание все устраивает. Рожевание устраивает. В эти минуты река Ишим разлилась в Тюменской области. В соседнем регионе объявлена эвакуация населения. И, согласно прогнозам синоптиков, следующей целью стихии может стать Омский Север. Большая вода придет в Усть-Ишим в разгар мая. Вторая волна грозит серьезными непоправимыми разрушениями. Самодельные настилы и болотные сапоги не спасут. Чтобы предотвратить беду, вход пущена. Тяжелая артиллерия. Студотряды, спасатели и волонтеры. На помощь прибыли десятки человек из Омска и соседних районов. Все ради выполнения первостепенной задачи. Укрепление дамбы. Мы подвязываем, помогаем, веревки режем. Передаем? Да, передаем, чтобы мужчинам время не терять. Примерно около 5-6 дней мы точно здесь еще будем находиться. Одни поднимают чемоданы на чердаки, другие уже делят крышу с друзьями. Третьи изучают объявления о сдаче квартир. Местные пакуют самое ценное и с тревогой поглядывают на уровень воды, который поднимается на 30 сантиметров в день. Обычно спокойная река Крушинка на глазах превращается в бурный поток. Со вчерашнего дня топит дорогу. У меня муж инвалид, первая группа. Мы вывезли всю мебель, людей дали, ничего не говорю. А если вода придет? Что мы? Куда после воды пойдем? Куда? Он сидит в коляске. Куда я? Если вдруг придет вода, значит воду откачаем, дом выслушим, с ремонтом поможем. Команда губернатора. Впрочем, десяткам здешних семей алгоритм действий давно известен. Местные живут в пойме реки и привыкли воевать за клочки земли со стихией. Возможная эвакуация неожиданностью не станет. На базе интерната и лицея уже развернуты пункты временного размещения. Глава региона лично проверяет их готовность принять людей в случае ЧП. Всего сюда в случае необходимости смогут переехать до 400 человек. Здесь есть все, что необходимо в пункте временного размещения. Есть медицинский кабинет, есть комната матери и ребенка, есть все службы, которые нужны, есть комнаты оборудованные, есть психолог, который будет с пострадавшими работать, который готов оказать различного вида помощь. Мы понимаем, что кто-то находится в стрессе, кого-то просто нужно доброе слово кому-то сказать, успокоить. Поэтому с ними будут работать. Есть люди, которые отвечают за питание. Виталий Хаценко также лично оценил запасы продовольствия и медикаментов. Предметов первой необходимости в избытке. Сегодня ситуация в Усть-Ишиме под контролем. Серьезных подтоплений нет. Тем не менее, экстренные службы находятся в режиме постоянной повышенной готовности. Будет продолжаться дальнейшее возведение и укрепление насыпей из грунта и песка. Ангелина Рунова, Матвей Олемский, 12 канал. На ремонт омских ТЭЦ дополнительно направят больше 2 миллиардов рублей. Такое решение принято руководством компании. Деньги реализуют в течение 4 лет. В планах на этот год привести в порядок все 22 котельных агрегата на 3, 4 и 5 ТЭЦ. На это выделено почти 800 миллионов. К некоторым работам специалисты уже приступили. Напомню, в декабре в аномальные морозы из-за аварии на ТЭЦ-5 без отопления остались жители сразу трех округов города. Холодными квартирами чей оставались несколько дней. В том же месяце из строя вышло оборудование и на ТЭЦ-3. Добавлю, что предусмотрены разные виды ремонтов – капитальный, средний и текущий. Их проведение должно обеспечить бесперебойную работу оборудования в следующем отопительном сезоне. В Омске вынесли приговор по одной из самых редких уголовных статей. На скамье подсудимых криминальный авторитет Николай Чернецов и 4 участника преступной группировки. Требование обвинения – отправить вора в законе и его подельника в колонию строгого режима не меньше, чем на 15 лет. В уголовном деле целый калейдоскоп преступлений, похищения, вымогательства, занятия высшего положения в преступной иерархии. Каково решение Фемиды, знает Денис Жарков. Столь эмоционально на приговоры реагирует один из осужденных. Человек, который, по его словам, сидит ни за что – это Николай Чернецов. Вот он пьет воду. По данным следствия, Чернецов – так называемый «смотрящий за Омском» криминальный авторитет. И руководитель операции по похищению человека, который провела на скамью подсудимых сразу пятерых подельников. В декабре 2021 года некто, что ли, фиктивный директор коммерческой фирмы, присвоил средства сомнительного происхождения, а Чернецов и другие фигуранты решили их вернуть. Чернецов, вступив в преступный сговор со своими подельниками, договорился о том, чтобы похитить, что ли. Отвезли его на северо-восточное кладбище, затем в гаражное помещение на 31-й рабочий, где, применяя насилие, избивая его, требовали передать денежные средства, вымогали денежные средства, а также права на недвижимое имущество. Злоумышленникам пришлось отпустить свою жертву. Узнали, что полиция в курсе похищения. Всю пятерку задержало спецподразделение ФСБ, в том числе Чернецова. Сегодня им вынесен приговор. Чернецов, занимающий высшее положение в преступной архе, осужден по данному преступлению, и также осужден за похищение и вымогательство имущества у потерпевшего. Суммарно суд назначил ему за все преступления 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Остальные четверо подсудимых, в зависимости от своих ролей, получили сроки от 5 лет до 7 лет лишения свободы. Изначально гособвинение настаивало на более суровых сроках. Тем не менее, защита не согласна с вердиктом. Адвокат Чернецова намерен его обжаловать. То, что он был признан виновным по 210-й прим-1, это занятие высшего положения в преступной архе. Я считаю, что доказательств данному преступлению не было, потому что не было даже события преступления. Никаких доказательств существенных, бесспорных суду представлено не было. Отбывать наказание четверо осужденных будут в колониях особого и строгого режима. А вот пятый отделался условным сроком. Денис Жарков, Павел Манжос, 12 канал. К другим темам, больше 80 патриотических мероприятий подготовлено для амичей ко Дню Победы. Пройдут они по всему городу. Причем, по словам организаторов, интересно будет как в эпицентре праздника, так и в микрорайонах. Амичи смогут поучаствовать в великих сражениях, отведать солдатской каши, прокатиться на ретро-поезде под фронтовые песни и не только. Программу Дня Победы изучила Светлана Мельниченко. Одной из главных точек празднования Дня Победы должна стать Омская крепость. Здесь уже смонтировали сцену в этом году, объявленном годом семьи. Это будет местом семейного досуга. 9 мая с часу дня до 9 вечера юных амичей здесь будут ждать фотозоны, аквагрим, мастер-классы, спортивные мероприятия и многое другое. Здесь же состоится фестиваль реконструкции становления Омской крепости. Амичи смогут стать свидетелями сражений разных эпох, начиная с 17 века. Смогут пострелять из лука и отведать петровскую кашу. Сейчас у дня на главной сцене начнется праздничная концертная программа при участии детских и творческих коллективов города Омска. Зрителям расскажут о маленьких героях большой войны, детях-участниках Великой Отечественной войны. Ключевым местом празднования 9 мая традиционно будет Парк Победы. Здесь разместят более 20 локаций, где амичи смогут пройти курс молодого бойца, познакомиться с особенностями кинологической службы, посетить выставку военной и спасательной техники, а также фестиваль солдатской каши. 4 мая в рамках проекта «И в каждый двор пришла победа» по улицам Омска пройдет автопробег байкеров и ретроавтомобилей. 7, 8 и 9 мая по маршруту номер 4 будет курсировать трамвай Победы. Наш город присоединился к всероссийской акции. «Коллективы наши вживую будут петь в трамвае вместе с пассажирами. Кроме этого, будет рассказано в трамвае о том, как трамваи в Омске работали в годы войны, и главом Омске, и плюс тех остановках, которые носят название имена героев». 4 мая в автобронетанковом институте пройдет традиционная акция в лесу при фронтовом с выставкой техники военных лет. Кульминацией станет реконструкция боевого сражения. На этот раз организаторы символично посвятили его 80-летию начала освобождения Украины от фашизма. Всего в Омске ко дню Победы запланированы свыше 80 мероприятий. Торжественную атмосферу создат символика праздника. «У нас достаточно часто поступают обращения от граждан, почему центральную часть города у нас все-таки оформляют, а те территории, где наблюдается наибольшее скопление людей, так называемые спальные районы, мы как-то не затрагиваем. В этом году мы решили попробовать все-таки расширить эти территории и с использованием флаговых конструкций обеспечить их оформление». Так, в этом году праздничное оформление появится на улицах Третья Островская, Масленникова, 70 лет Октября, Березово и Заозерное. Всего планируют установить около 500 декоративных конструкций. Всю подготовку обещают завершить до 5 мая. Ну а онлайн-формат памятной акции «Бессмертный полк» 12 канал покажет в телевизионном эфире. В День Победы портреты ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны можно будет видеть в течение всего дня. Чтобы присоединиться к акции, необходимо отправить в социальные сети или на сайт 12 канала фотографию своего героя. Обязательно указать его фамилию, имя и отчество. Сообщения принимаются до 6 мая. Отмечу, что все снимки войдут в галерею «Бессмертного полка». Итак, 9 мая в эфире 12 канала трансляция самой масштабной и памятной акции в онлайн-формате. Участвуйте и сохраняйте героическую историю нашей страны для будущих поколений. Между тем, патриотические мероприятия начались уже сегодня. Так, диктант Победы писали даже в космосе. Акция объединила 60 стран. В Омской области за парты сели 14 тысяч человек. В этом году диктант посвящен событиям блокадного Ленинграда. Какие вопросы оказались самыми сложными, расскажет Наталья Змага. Вместо звонка на международный урок – знаменитая песня «Катюша» всей страной и приветствие космонавтов с экрана. Участие в диктанте – это выражение нашей огромной благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, бойцам и командирам многонациональной советской армии. Диктант Победы стартовал синхронно по всей стране. В Москве полдень, в Омске 3 часа дня. На 25 вопросов всего 45 минут. Что такое звездочка Горикера? В каком году произошли 10 сталинских ударов? Имена советских полководцев, конструкторов, художников и писателей, которые ковали победу на фронте и в тылу. Вопросы сложные, признается мама погибшего героя СВО. Ирина Глебова посчитала своим долгом – участвовать в диктанте ради памяти. У меня погиб сын, подполковник Глебов Денис Викторович. Ну, наверное, это память о всех погибших. Это, конечно, сложный вопрос, и не каждому, наверное, даже историку можно это ответить. Но, наверное, это стоит всколыхнуть свою память. В этом году диктант посвящен выходу советской армии за границы СССР и 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Да, я знаю, что Ленинград очень долго находился в блокаде, то, что там было очень сложно. Большую часть знаю из фильмов, конечно. Никаких шпаргалок и смартфонов в зале. Этот экзамен прежде всего на совесть. О том, что воспользоваться дополнительными источниками информации не получится, юнормейцев заранее предупредил руководитель. К этому диктанту мы готовились на протяжении недели. Мы повторяли события, имена, фамилии, герои Советского Союза. Площадки организовали во всех районах Омской области. Это школы, это предприятия оборонно-промышленного комплекса, музеи, библиотеки, офисы общественных организаций. 14 тысяч участников в этом году мы ожидаем на территории Омской области. Напишут диктант, поучаствуют в этом конкурсе. И среди них, конечно, и участники СВО, и члены их семей. Все участники получат сертификаты, а результаты можно будет посмотреть на сайте диктантпобеды.рф. Помимо диктанта, участники оффлайн-площадок смогли написать письма бойцам СВО. Для этого нужно было заполнить вот такой вот бланк и свернуть боевой треугольник. Это тоже своеобразная такая отсылка к Великой Отечественной войне, потому что именно вот такие письма отправляли тогда на фронт. Формат диктанта онлайн доступен для всех желающих. Еще можно успеть сколыхнуть свои знания. Достаточно зарегистрироваться по номеру телефона и пройти тест. Наталья Азмага, Сергей Гаврилов, 12 канал. И вот какие материалы мы покажем во второй части нашего выпуска. Оставайтесь с нами. Впечатляет с берега и из капитанской рубки. У меня есть уникальная возможность управлять теплоходом. Сейчас мы движемся прямо. В регионе стартовала навигация. Все о прогулках на воде в этом сезоне, а также история о мечах, который посвятил Омскому флоту 77 лет. По следам большой уборки, чтобы начать следующую. С каким результатом Омск подходит к всероссийскому субботнику? Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Брутальный внедорожник Jetur T2 в Омске. Официальный дилер Jetur Alliance. Волгоградская 38, корпус 2. Альянс. Вместе в движении. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Современный завод «Милком» продолжает идти в ногу со временем, сохраняя традиционное качество и натуральность. Молочная продукция торговых марок «Лужайкина» и «Утренняя зорька» теперь и в новой упаковке. Свой любимый продукт каждый потребитель найдет на полке в магазине в удобном формате. На выбор 5 вкусов йогуртов, 3 вида молока и кефир. Подробности в материале. На заводе «Милком» работа теперь кипит с двойной силой. Совсем недавно здесь запустили новую производственную линию, полюбившуюся многим солнечную продукцию торговых марок «Лужайкина» и «Утренняя зорька» разливают по бутылкам. В новой упаковке йогурты, кефир и молоко. До 5 тонн в сутки мы можем спокойно разливать. Самое главное, что все продукты торговой марки «Лужайкина» и «Утренняя зорька», несмотря в какую упаковку она упакована, они имеют высокое качество и полную безопасность. Поэтому пейте на здоровье. На торговых стеллажах найти любимую продукцию покупателям не составит труда, ведь у новой упаковки яркий дизайн. Особенно выделяются йогурты. На выбор 5 вкусов. Черника, клубника, вишня, черешня, персик, маракуйя и злаки. Все ингредиенты натуральные. Закваска, ягоды и фрукты. Не менее важно и то, что новая упаковка подвергается переработке. Для жителей мегаполиса важно удобство. Конечно, преимущество есть и у мягкой упаковки. Однако бутылка намного практичнее. Легко пить и удобно хранить. Такого же мнения придерживаются большинство амичей, ценителей продукции компании. По йогурту у нас было много обращений, потому что Эколин имеет большой объем, то есть это семейное потребление. И все-таки для наших потребителей бутылка, особенно когда это йогурты питьевые, это удобно взять с собой. В этом году Мелком празднуют юбилей – 10 лет производства. О том, что компания ценит своего потребителя, говорит не только постоянное усовершенствование продукции, но и активное участие в социальной жизни региона, в том числе и проведение детских праздников. Ольга Седочева, Сергей Гаврилов, 12 канал. Гордость Омского флота на РТШ сегодня отдан эффектный старт навигации. Парад теплоходов заворожил участников и зрителей. Сопровождал шествие судов и яркая концертная программа на набережной. В центре внимания, конечно, почетный строй курсантов речного училища и традиционная церемония вручения штурвала. Стать капитаном, правда, ненадолго удалось и Анне Лукинец. Прямо сейчас состоялся торжественный парад судов, которые будут бороздить просторы обертышского бассейна. Но речники-путейцы уже готовы нести вахту и обеспечить безопасность судоходства на внутренних водных путях. Для курсанта Евгения Ракитина это первый парад. Но в своей будущей профессии он не сомневается ни на секунду. В семье юноши целая династия. У меня в родственниках очень много речников. Отец, дедушка, у меня братья, даже сестры есть. В принципе, вся наша семья, даже знакомые, друзья, это по большей части речники. Есть и те, для кого это событие уже стало давней традицией. Ивану Янковскому 92 года. Из них 77 он посвятил водной стихии. Прошел путь от курсанта речного училища до генерального директора иртышского пароходства. Не было виднителей видения, не было никаких телефонов. И я начитался литературой. Дети капитана Гранта, 80 тысяч лет под водой и так далее. Вдруг меня потянуло на воду. И я пошел поступать в Омское речное училище. Причем единственный селянин. А это уже торжественное вручение символического штурвала. Традиционная церемония в день открытия навигации. Примите талисман на удачу. Штурвал от Суслова Игоря Викторовича. Ну и конечно для столь красочного парада пришлось немало потрудиться. Всю зиму речной транспорт приводили в порядок. Подготавливали судовое и навигационное оборудование. Ну а это рубка теплохода, где вместо привычного руля и педалей штурвал и реверс-редуктор. И как оказалось, управлять теплоходом не так уж и просто. Важна полнейшая концентрация. Ну а сейчас у меня есть уникальная возможность управлять теплоходом. Сейчас мы движемся прямо. Так, какие будут указания? Можно левее немножко взять. Вот так? Еще. Еще? Да, вот так. Вот так держать. На воду можно смотреть вечно, а в сочетании с зелеными красками лесов – пейзаж, как с картинки. Ну а чтобы период навигации прошел безаварийно, речная дорога будет под постоянным контролем. Река в данный момент находится в проектных уровнях. Чего-то критического на сегодняшний день не предвидится. Но мы в любом случае готовы к любым исходам и будем стараться поддерживать реку в надлежащем виде. Прогулочные и дачные рейсы отправились в первое плавание уже сегодня. А вот добраться до Большеречья на теплоходе можно будет, начиная с 4 мая. Место отправления – причал в Воскресенском сквере. Анна Лухинец, Юрий Репин, 12 канал. Ну а на суше дорожные службы взялись за рулетки, контуры и пластик. На городских магистралях обновляют разметку. Площадь запланированных работ – почти 100 тысяч квадратных метров. Большая часть из них будет проведена с использованием термопластика. Этот материал хорошо видно в любое время суток. Покрытие устойчиво к внешним воздействиям, поэтому его используют в местах повышенного трафика. Дополнительно пластиковую разметку нанесут в рамках ремонта дорог по президентскому нацпроекту безопасной и качественной дороге и при устройстве 200 проекционных пешеходных переходов. Параллельно специалисты обновляют разметку краской. В первую очередь бело-желтые линии появятся вблизи учебных заведений перед проведением экзаменов. Бригады выполняют работы преимущественно в ночное время, чтобы не создавать препятствий для движения автомобилей. Отмечу, что в этом году на дорожную разметку выделено почти 130 миллионов рублей. Это рекордная сумма за последние годы. Мы к дорожной разметке приступили в текущей неделе. Все контракты у нас отыграны, подрядчики у нас уже приступили к работам. Сегодня выполняли работы в рамках гарантийных обязательств. Это то, что мы наносили в прошлом году. Подрядчик по гарантии приехал. Это улица Суворова, Соборная площадь и улица Гагарина. Поэтому также у нас Трансигнал приступил к работам. Эти работы у нас в активной фазе. Напомню, в Омске продолжается и аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна. Проходит он также в большинстве в ночное время, чтобы не создавать пробок. Работа идет с начала апреля после запуска на полную мощность асфальтобетонного завода. Проводится как локальный ремонт, так и полное обновление асфальта по всей ширине проезжей части. Такие работы уже были выполнены на участках Красноярского тракта, проспектах Королева и Мира. На центральных магистралях обновляют по 8-10 тысяч квадратных метров. Между тем, Омск готовится к новой большой уборке. Уже завтра город присоединится к Всероссийскому субботнику. Ну а пока продолжается месяц чистоты и благоустройства. Город приводят в порядок каждый день, а в некоторых местах даже приходится заниматься уборкой после уборки. Подробности в материале. Вот так мешок за мешком и еще один проспект в нашем городе стал чище. Семь камазов мусора целый десант сотрудников администрации собрал в считанные часы. Апрель – это традиционный период большой уборки. Кипит работа на самых востребованных амичами территориях. Сюда входят парки, скверы и пешеходные дорожки. Разделившись на две бригады, сотрудники мэрии убрали мешки с улицы Менделеева в Советском округе. Контрольную зачистку провели после общегородского субботника. У нас 45 километров в город протяженность, поэтому амичи молодцы вышли на субботнике, собрали весь мусор в мешки. У ДХБ всего полторы тысячи человек, штатное расписание, из них 300 вакансий. Большой недостаток рабочей силы, поэтому задачи поставлены. Будем использовать все свои резервы, сами будем выходить. Все мешки с мусором вывезут бригады управления дорожного хозяйства и благоустройства. Весь собранный мусор у нас уходит на полигоны, которые находятся на улице Третья Казахстанская и на Черлакском тракте. В настоящее время сейчас у нас работает 5 автосамосвалов и 2 погрузчика. Вообще, с прохождения субботника, именно с 20 апреля, уже порядка более 3000 метров кубических именно мусора было вывезено. Но сбором отходов уборка не заканчивается. Сотрудники городских служб моют ограждения, остановочные павильоны, ремонтируют аварийные участки дорог, проводят грейдирование улиц в частном секторе. А это производство по переработке автошин. Их сюда свозят со всего города. Сегодня не с пустыми руками приехал и мэр Сергей Шелест. Вместе с амичами удалось собрать целый КАМАЗ покрышек. Сотрудники предприятия говорят, за сутки завод может переработать порядка 25 тонн старой резины. Ну а уже завтра в городе состоится Всероссийский субботник. В порядок приведут общественные пространства в центре города, высадят цветы и деревья. Особое внимание участники уделят мемориалам и локациям, благоустроенным по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Регина Абузарова, Анна Лукинец, 12 канал. Уже до конца мая в Советском округе должны завершить рекультивацию территории мусорного полигона. На данный момент работы выполнены на 86%. Рекультивация закрытой свалки проводится по президентскому нацпроекту «Экология». Сейчас подрядная организация устраивает на объекте специальное покрытие. Перемещает плодородный грунт на поверхность полигона. Работы идут в строгом соответствии с графиком. Отставаний нет, заверил мэр Сергей Шелест. Сдать объект планируется до конца мая. Стоимость проекта составила почти 840 миллионов рублей. Меньше недели осталось до окончания срока предоставления декларации физическими лицами. На сегодня общая сумма налога к уплате по предоставленным мячам декларациями составляет более полумиллиарда рублей. Отчитаться о доходах об продаже имущества, сдаче его в аренду, получение имущества по договорам дарения и доходам по операциям с ценными бумагами необходимо не позднее 2 мая. Как это сделать, расскажем в сюжете. Декларационная кампания 2024 года близится к завершению. У Амичей остается всего несколько дней, чтобы отчитаться о доходах за прошлый год. Оплатить исчисленный налог необходимо не позднее 15 июля. Поэтому для тех, кто по каким-то причинам еще не успел подать декларацию по форме 3 НДФЛ, нужно поторопиться. Не стоит переживать лишь тем, кто хочет получить налоговый вычет. Такие декларации можно предоставить в налоговый орган в любое время в течение года. На сегодняшний день в налоговые органы Омской области декларации по форме 3 НДФЛ представили более 40% физических лиц из числа обязанных. Сумма налога по представленным декларациям к уплате составляет более 500 миллионов рублей. Проверить свою обязанность по декларированию дохода можно, не выходя из дома. В личные кабинеты налогоплательщиков отправлены соответствующие уведомления. Тем, кто не зарегистрирован в сервисе, уведомления направили по почте. В случае несогласия с полученной информацией необходимо обратиться в налоговый орган, предоставить пояснение с копиями подтверждающих документов или же декларацию. Задекларировать доходы физическим лицам необходимо в случае получения дохода от продажи имущества, не подлежащего освобождению от налогообложения, при получении дохода от продажи ценных бумаг, доли в уставном капитале, при получении дохода от сдачи имущества в аренду, от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, от выигрыша, при получении имущества в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками. Также задекларировать доходы обязаны все амичи, которые занимаются частной практикой. С полным перечнем можно ознакомиться в статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации. Если налогоплательщик представит декларацию после 2 мая, налоговый орган начислит штраф. Если налоговая декларация не поступит до 15 июля, налоговый орган самостоятельно проведет налоговую проверку и исчислит сумму налога. Не исполнившим свою обязанность будут дополнительно предъявлены штрафные санкции. Предоставить декларацию в инспекцию по месту учета можно на бумаге лично или через уполномоченного представителя, по почте, через МФЦ, а также с помощью личного кабинета. Юлия Вдовиных, Владислав Осинцев, 12 канал. Далее прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 27 апреля в Омске, переменная облачность без осадков, ночная температура до плюс 4. Днем 13-15 градусов выше нуля. В районах переменная облачность в ночное время плюс 2, плюс 4. Дневная температура до плюс 15. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Таковы новости. До встречи на 12 канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин